Для рисунки не бывает лохматых линий, вот карандашик, дайте, вот посмотрите, у вас здесь, ну это совершенно нормально, когда делают эскиз или набросок, выбирают вот несколько раз правую линию, для того, чтобы потом выбрать, какая из них правильная, так, вот такая линия называется лохматая, на эскизе они все такие, а вот теперь на готовый завершенный вариант, посмотрите, есть хоть одна лохматая линия, или все линии жесткие, вот единая, поставил карандаш, провел карандаш, и никакого вот этого вот виляния вокруг линии нет, значит, это первое требование. Вторая вещь, вот посмотрите, ведь ни одной тени нет, да, рисунок только из линии, тем не менее, понятен объем, Ну вот колено, допустим, находится на одном уровне с пальцами, выше пальцев или нет, выше, а как это, тени нет, или вот, опять же, никаких теней, объем этих черепов понятен, понятен, а как это удается на линейном рисунке? За счет яркости линий. Вот такие линии будут называться сильные линии, яркие линии, а вот эти линии слабые. Так, значит, есть два правила. Первое. Внешнеконтурная линия по отношению к внутреннему, она всегда сильная, внутренне всегда слабее нижнеконтурно. И второе. Какая линия сильнее? Участка приближенного к вам или удаленного от вас? Да. Вот для того, чтобы за счет линий передать эффект объема, вы то, что проваливается в глубину, делаете не такое сильное, а то, что выступает на вас, усиливаете. Но вот общие правила звучат, как видите, очень просто. Ну, теперь попробуйте их воплотить в жизнь. Получается. Значит, тоже сумеется, говорит. А не получается, сейчас мы это сделаем своими. Посмотрим. А что вы считаете не получается? Это плоское. А плоское оно, потому что вы пока не задали объем. Ну, сейчас, подождите, глянем. Ну, да, ну, да. Значит, во-первых, во-первых, стволовая дуга немножечко не так. Она вот сюда выше пошла. Вот так, да? Я открыл здесь больший участок. Вот эти косточки выше лежат, на самом деле. Вот посмотрите. Вот у вас последний зуб, да? Горизонтально мы с ним проведите. Опускается ли эта кстяная пластина ниже линия последнего зуба? Вот сюда она опускается. То есть вы считаете... Ну, давайте горизонтально. Что сначала закроет карандаш? Зуб или к стену? Давайте, смотрите, смотрите. Я поднимаю карандаш. Что сначала будет закрыто? Зуб или к стену? Зуб. Зуб. А это значит, ты ниже? Зуб ниже. Зуб ниже. А у вас? Нет, а у вас зуб выше, отметьте, преподобедник. Так, теперь. Ну, это на плазничный отросток, конечно, сюда въехал. Вот так. Вот. И выправе, плазница, конечно, стало поменьше. И поэтому она у вас была легковата. А вот все детали сделайте выступающие там и так далее. Вот это я не могу вам делать уже. Вот поправьте сейчас. Потому что я здесь вам навозю куб. Давайте. И вперед.